Бездомные кошки и подвалы. Годами эта связь является неразрывной ровно до тех пор, пока кто-либо из жильцов или представителей управляющей компании не решит заварить металлом или заложить кирпичами продухи в подвалы. Зоозащитники и обычные рязанцы часто выступают за то, чтобы дыры в фасаде дома не замуровывали. На это есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что в тех подвалах, в которых обитают кошки, отсутствуют грызуны, которые могут разносить различные заболевания. Ни крыс, ни мышей нет. Нет, замуровать подвалы нельзя, ну что вы. Был момент, когда террористически были атаки на дома и закрыли подвалы. Мы жили на подгорной в доме. И в этот момент, когда выгнали всех кошек и закрыли подвалы, появились крысы. Поэтому уже у нас есть опыт Европы, когда исчезли кошки истребили всех. Появились крысы, появилась чума. Поэтому кошки – наше спасение. Я считаю, что это вентиляция подвала. Я думаю, ну что это замуровывать. Вредные грызуны отсутствуют и на прилегающих к домам территории. В том числе и за это кошки, проживающие на улице Скоморошинской и на площади 26 бакинских комиссаров, полюбились местным жителям. В некоторых местах здесь рязанцы устроили столовые для животных. Так они сами называют площадки для их кормления. Большинство людей позитивно относятся к присутствию четвероногих в своих дворах. Очень хорошо вот я иду ей кормить. Очень хорошо. Мне их очень жалко. Некоторые граждане не желают видеть кошек в своих подвалах. Они говорят о том, что четвероногие могут приносить на себе блох в дома. Кроме того, оставлять после себя отходы жизнедеятельности в подвальном помещении. Тем не менее, сейчас при капитальном ремонте фасадов подрядчики идут навстречу жильцам. Не все продухи закладываются сеткой. Мы их заделываем сетками специальными, пластиковыми. Но есть такие дома, в момент, как бы, идем на уступки жильцам по просьбе. Выполняем, оставляем. У кого-то кран выведен для полива. Для каких-то своих нужд они оставляют, просят, чтобы оставили. Иногда жильцы сами снимают сетки. То есть не мы, а... То есть мы выполняем по проекту, а там ее не так сложно снять, в принципе. Что будет в дальнейшем с оставленным продухом, это уже решают сами жильцы или управляющая компания, которая, по сути, должна заниматься и травлей грызунов, и выведением блох из подвалов. В Рязани многие помещения продолжают оставаться замурованными. В то же время в Москве зоозащитники и активисты добились своего. Мэрия Москвы распорядилась в срок до 14 сентября открыть продухи в подвалы жилых домов, ранее заваренные коммунальщиками. Помимо тревоги о нашествии крыс, зоозащитники настаивают на том, что кошки могут замерзнуть, оставшись на улице, или погибнуть заживо замурованными в подвалах. Будет ли в нашем городе дано распоряжение об открытии как минимум одного продуха в подвал, пока неизвестно. Но рязанские зоозащитники также на этом настаивают. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».